У нас космограмма Брюса Ли. Родился 27 ноября 1940 года. Ну вот, давайте посмотрим на тип космограммы. Одинокое солнце. Раси и Преаб мы не учитываем. Одинокое солнце в Стрельце. Создает условия, характеристик человека какого? Какой знак Стрельца? Да, расширение творческой активности для мужчины, да, огненный знак. Желание вести за собой. Быть наставником, учителем, человеком авторитетным. А Луна находится в знаке Скорпиона. Посмотрите, вместе с Луной сколько еще планет? Еще три. Значит, налицо какой тип космограммы? Лунарный. Потому что Луна вместе с другими планетами в знаке. А Солнце одинокое. Ну, Солнце с Преабом, но мы Преаб в этом анализе космограммы не учитываем. Следовательно, по типу космограммы человек ориентировался на свою интуицию, на подсознание. Значит, в большей степени двигали его жизненными процессами то, что создавалось условиями настроения, то, что он чувствовал. А если мы посмотрим по виду космограммы, как вы думаете, здесь какой вид? Да, очевидно. И на концах этого скошенного вида или краба мы видим две планеты в тригональном аспекте. Кету, кармический узел, и Солнце. Значит, опираться нужно было на свою творческую реализацию и учет кармических задач, кармических наработок. А если мы посмотрим по состоянию наработок кармических, кету в знаке Овна, о чем говорит? Что человек свой кармический потенциал наработал какой областью деятельности? Военной. То есть что-то, что связано с войной, с борьбой, с активным проявлением, в том числе и со спортом. Но мы видим, что в Овне еще находится одна кармическая планета, Черная Луна. Значит, это путь, путь воина, это то, что уже было. Это то, что уже наработано. Это тот путь, которым ему не нужно было следовать. Но, как правило, люди идут своей протоптанной дорожкой, проторенной. Мало того, что уже наработан этот потенциал более чем, плюс еще наработаны и чернушные какие-то на эту тему проявления. И мы видим здесь же вакши. Значит, это все то, что в жизни может быть стерто. Все то, что может в конечном итоге не давать возможности яркости выделенности. А его яркость выделенность была как раз по какому знаку? Да как раз по знаку Овна. Какой его кармический путь должен был бы быть? С чем он должен был связан быть? По знаку весов. Гармония, укрепление миропорядка, законности, гармоничных взаимоотношений с другими людьми. Стать дипломатом. Да-да. Посланец мира там и так далее. Все, что с весами связано. Дальше. Давайте разберем по планетарной лестнице. От нуля Овна первая планета его, посмотрите, Юпитер. И до Юпитера от нуля Овна все кармические, обе вернее кармические планеты и вакши входят в первую зону. То есть зона утверждения своего я должна была бы происходить с учетом этих кармических наработок, с осознанием их. И первая планета Юпитер скажет о том, что ставку человек делает на что? На авторитет, на собственное учительство, наставничество, на социальный статус. Это двигающая сила, чтобы быть кем-то выше всех окружающих. Планета номер два. Что ему дается как дар? Что он имеет как собственность? Как то, что от рождения человек получает в подарочном варианте. Видите? С Юпитером в соединении Сатурна. А значит, вторая зона отсутствует, она проглочена. Значит, у человека нет понятия о собственности чужой. Все, что принадлежит кому-то, принадлежит и ему. То есть, очень трудно, да, вот с таким показателем, когда второй зоны нет, она схлопнута, понимать, где свое, а где не свое. Где чужое, а где мое. Ну как это проявлялось у него? А, понятно. Не знаю. Можно почитать. Да. Значит, что он получает в дар? Систему, дисциплину, самоорганизацию, то, что создает условия наработки железного стержня. Представляете, какой дар? Супер для воина, да? Дальше. После третьей, вернее, второй планеты Сатурна у нас идет третья зона. А третья планета на планетарной лестнице, помните, что? За что она кричает? Это кармическая планета. Это карма и фатум. Представляете, какая зона фатума? Рока. И что вот в этой роковой зоне почти все скопление планет? Уран, аза, белая луна. Ну, раз вне учитываем. Херон, Плутон, Нептун, кармический узел, Прозерпина и только потом Венера. Значит, фатум в его жизни реализует, что? Отношения с противоположным полом, ну и действительно умер-то он почему? Потому что был у подруги, которая дала ему таблеточку от головной боли. И что-то там с этим аспирином произошло. Ну да. Ну, в общем, все, что связано с состоянием, ощущением счастья, у него фатально, кармически должно было реализовываться через целый ряд всяких препятствий или условий, которые нужно было перетерпеть. Ну, вот такое терпение для достижения свободы, то есть то, что добровольно человек должен чему, что принять как фатум, как рок, приводит только после этого к реализации цели. Значит, он должен был перетерпеть безденежье, какое-то существование, может быть, бедности, может быть, недостатки и так далее. А его целевая планета, его стержневая планета, это после Венеры, видите, Марс? То есть цель жизни, целевые установки связаны, опять же, с военной силой, в смысле, с войной, с силой, с активностью. Это путь воина. Так ведь? Стержневая планета Марс в знаке своей обители, в знаке Скорпиона, а здесь Марс в ночной обители, создает условия реализации этой силы. Потому что планета в обители этой способности изначально данная для проявления силы воли. Значит, волевое качество, волевая устремленность дает возможность реализовать поставленные цели. Цель была достигнута. Следующая планета, планета номер пять. У него Луна. И видите, тоже схлопнутая зона. Зона свободы. Потому что планета номер пять – это свобода. А в чем он был свободен? Выражение своих эмоций, своего настроения. Что чувствовал, то и выражал. Встретил каких-то бандюганов на улицах Гонконга и применил свои умения и навыки боевых искусств. От чего должен был убегать в Америку. Эмоции, проявляющиеся свободно. Следующая планета номер шесть – Меркурий. Чем он должен был пожертвовать? Что он должен был добровольно как бы отдавать? Все, что связано с Меркурием по функции этой планеты. Знания, контакты, взаимодействия с другими людьми. Обладая по характеристикам его Меркурия в знаке Скорпиона, какими мозгами и какой способностью к разговору, язвительной явно, задевающей окружающих, с скорпионскими подоплекой выявления слабых сторон у своих противников и прочее. Это то, чем он жертвовал. То, что ему нужно было добровольно как бы, от чего отказаться. Но мы знаем, что не отказывался. И последнее. Планета номер семь или Ахиллесова пита, или планета самых серьезных комплексов, связана с Солнцем, что совершенно негармонично, потому что управитель этой зоны и этой ступени Сатурн. А Сатурн говорит о одиночестве, о концентрации внутренней, а здесь Солнце. Прямо противоположные качества. То есть его я, себя любя, ставка на яркость индивидуальную, его и погубила. То есть это планета, которая говорит о самом слабом проявлении в жизни, слабом звене. Хотя, надо сказать, что когда он реализовывался как наставник-учитель, учитель боевых искусств, и этим зарабатывал деньги, что денег ему больших не приносило, тем не менее, вот через это наставничество, учительство, тогда бы не реализовался худший вариант. То есть, чем больше была яркость и выделенность, тем больше создавалось условие комплекса и уничтожение этой яркости. Теперь смотрим, а какие отношения Солнца с управителем знака? Кто является диспозитором этого солнечного знака? Планета Юпитер. Есть ли связь Солнца с Юпитером? Может ли человек реализовать вот эту вот задачу, или эту функцию солнечную, как значимой персоны, как выделенности индивидуальной, творческой, или нет? Какой аспект? Смотрите. Красный аспект, пунктирный, это квикконс, 150 градусов. Это планета возврата и создающих условия благоприятные от внешних обстоятельств. Значит, у него в жизни вполне есть возможность реализовать эти функции. Стрельцовские в качестве авторитета, в качестве ведущего, в качестве творческой личности, потому что аспект поддержки, гармонизации присутствует. И Юпитер как бы поддерживает Солнце в своей обители. Он... Да. А как совместить, что стешневая планета Марс и этот кармический узел в области, ну, как бы, вы говорили, что не надо нарабатывать? А вот. Ну, вот так. То есть это неизбежно, не может выбрать. Он пошел как раз вот по этой своей стержневой планете. Но это абсолютно противоречит его кармическим задачам. Да? То есть человек стал развиваться по пути инволюции. Так если это его стержень, как можно? А его можно было реализовать как-то и по-другому, этот стержень. А как? Это гороскоп покажет. Пока мы будем на уровне космограммы смотрим. Ну, как бы по этому. Но это противоречие, да. Вот вы же наблюдаете. А стержневая планета Марс это человек-лидер-ведущий. Да? То есть он лидером, ведущим, волевым должен был себя так и проявлять. В какой области? Ну, сначала мы смотрим по знаку. Скорпион. Для трансформации, перерождения, изменения. А это могли быть любые другие сферы жизни. А вот в чем он пошел и в чем он реализовал, покажет дом гороскопа. Ну, давайте этот дом сейчас нарисуем и посмотрим, почему. То есть мы вид карты гороскоп. И появились дома гороскопа. И, соответственно, планеты распределились уже сообразно нулевой точке отсчета от асцендента, то есть от линии горизонта. Когда человек рождался, восходящим над горизонтом знак был стрелец. И получается, что он по солнцу стрелец и по асценденту стрелец. То есть это двойное усиление этого знака. Его люди и воспринимали таковым, какой он был по своей сути. И если мы посмотрим на Марс стержневую планету, мы увидим 11-й дом гороскопа. А 11-й дом соответствует какому знаку? Какой у нас 11-й знак за диагон? Водолею. Значит, в направлении жизни речь идет о новшествах, о реформах, о какой-то новой деятельности, реформирующей, ну, может быть, те же боевые искусства. Кстати, что он, собственно, и сделал. И был, кстати, проклят мастерами конфушными, гонконгскими, что эту систему вывел на публику как развлекательную, да? Когда люди смотрели на его роли в фильмах, они воспринимали боевые искусства как нечто шоу, как развлечение. Вот. Собственно, это реформаторство он и реализовал. Ну, не нужно было через боевые искусства, видимо. То есть становиться вот этим вот человеком, который, может быть, утверждал себя как воин, это его могло и погубить. Кстати, там есть такая легенда, что у него какой-то трюк не получался, и к нему подошел неизвестный человек из окружения, из массовки. И сказал, вот сделай вот так, я тебе покажу. Ну, и какой-то совершил трюк, и он потерял сознание и улетел. А когда очнулся, этого человека рядом не было. Кем он был подозлан? После чего, собственно, у него там через несколько дней проблемы с головой, с головными болями, таблеточку дали, и понял. Может быть, эта месть так и реализовывалась этих мастеров, которые не могли ему простить. Вот такое. Может быть, отношение к боевым искусствам, да, легкомысленное, превращение его в шоу. Но с другой стороны, он же был популяризатором. Собственно, он свою программу в этом смысле выполнял. Марс в 11-м доме, это новшества, реформы, связанные вот с таким подходом к боевым искусствам конкретно. Но мы не забегаем вперед. Мы гороскопы как бы еще не смотрим. Мы пока только космограммы. Солнце в оппозиции к Азе, демониться Аз. Да, то есть он противостоял всяческим собственным страхам. Так, я сбилась с логики изложения, что мы еще дальше смотрим. Дальше мы смотрим по планетам. Луна в соединении с Солнцем. Вот тот самый аспект, видите, полуно-нагон. И вот у него этот как раз замочек, да, вот он и проявлен. Ну, правда, на прям, но тем не менее. Значит, ключик вот к этому замку в состоянии его натуры, его сознания, осознания, вернее, себя. Что у нас тут еще по конфигурациям? Какие конфигурации проявлены из тех, что мы сейчас рассмотрели? Крыша. Смотрите. Вот Нептун. Ой, ну опять не та разе. Уран. Но если мы уберем эти дополнительные планеты, даже эта конфигурация у нас исчезнет. Давайте посмотрим. Так, это у нас на приап. характеристики индивидуальные. Луна в знаке скорпиона. Это особое положение для осветила, потому что луна экзальтирует где? В тельце. В знаке скорпиона она в своем падении. Значит, явно налицо комплекс, связанный с эмоциональным состоянием. значит, не сдержанность, значит, вспыльчивость, какое-то проявление агрессивности вполне человек может реализовывать. Посмотрите, вот. Поскольку в скорпионе находится еще одна женская планета, Венера, что тоже не создает гармоничных условий проявления характера. Венера в знаке скорпиона находится в изгнании, потому что живет в тельце. Значит, явно еще комплекс, связанный с ощущением гармонии и счастья. Ну, собственно, о чем в воспоминаниях пишут его коллеги, что он подсел на наркотики, все время жевал какие-то печенья с гашишем, употреблял еще что-то с кокаином. Видимо, не мог расслабиться, потому что эти две женские планеты, которые говорят об эмоциональном как раз проявлении, находятся для себя очень неприятном положении, создавая комплекс, комплекс негармоничного внутреннего ощущения. И человек начинает употреблять наркотические средства. И через употребление наркотиков происходит трансформация, потому что знак Скорпиона это знак трансформации, но только трансформация в какую сторону? В сторону разрушения. Потому что в оппозиции Луна с Юпитером и Сатурном и в оппозиции Марс с Юпитером и Сатурном о чем это говорит? О том, что проявление силы волевых установок всегда будет в противоречии с его статусностью и его наработанным внутренним стержнем, что не есть гармония для янских планет для мужчины, который избрал путь связанный с боевыми искусствами скажем и родился на ущербной Луне посмотрите 28-й лунный день а это уже дни гекаты а дни гекаты это значит осознать в полной мере свое состояние подсознания состояния души человеку очень трудно и чернушность она просто наваливается да еще и планеты в своем изгнании и падении 23-й день нет это не декад 23-й это просто сатанистский день вот но ущербная Луна еще о чем говорит что душа очень старая что человек давно да перевоплощается и опытом его жизненного подсознательного много ну вот так вкратце читал книжку жены она говорит такой эпизод что он ничего не умел делать руками он не мог собрать мебель и приводит пример они купили кровать она говорит может пригласим людей которые говорят я сам и он собирает кровать по конструктору провозился с ней потом она когда зашла в комнату он ее взял поднял и разбил колокол потому что он не смог ее собрать он истеричный истеричный то есть говорит просто разломал потому что не смог ее по конструктору собрать истеричный она